Добрый день, уважаемые коллеги, рада вас приветствовать. Меня зовут Ирина Карголь, я член Совета Ассоциации Когнитивно-поведенческой психотерапии, директор образовательных программ, клинический психолог. И сегодняшний день, сегодняшнее мероприятие посвящено у нас Дню психолога, официальный праздник утвержден в России, поэтому рада, что сегодня мы можем отметить этот замечательный день, этот наш профессиональный праздник вместе, и мы приглашаем вас побыть в кругу единомышленников и коллег, ведь действительно помогающим специалистам особенно важна поддержка, обмен знаниями и обсуждение опыта друг друга в профессиональном сообществе. И сегодня мы обсудим с вами, какие же компетенции необходимы психологу, как осуществить практику максимально эффективно, бережно, тем не менее, для себя, и какие существуют направления обучения, как выбрать свой путь развития в профессии. Друзья, если у вас будут возникать какие-то вопросы нашим экспертам, спикерам, вы можете их писать в чате, и мы их обязательно обсудим, и я их озвучу, задам спикеру. Сегодня я как модератором, так и начинаю нашу встречу со своего доклада «Саморазвитие и профессиональный рост психолога». Сейчас я включу презентацию. Несмотря на то, что у нас такое не совсем формальное мероприятие, а больше неформальное, мы собрались в такой теплой, дружестой атмосфере. Тем не менее, презентация привычна в такой инструмент нашего работы, нашего общения. Итак, в ближайшее время, в ближайшие два часа мы будем с вами обсуждать, как расти профессионально, как развиваться. Наверняка многие из вас, будучи начинающими специалистами или, может быть, уже несколько даже опытными, когда-нибудь себя чувствовали потерянными, может быть, сбитыми с толку, возможно, даже обескураженными или неуверенными во время обучения, практики, психологическом консультировании, психотерапии. Наверняка задавались вопросами, а смогу ли я. А, может быть, возникали тревоги и страхи с тем, чтобы проявить себя, заявить о себе. Может быть, возникал страх или тревога причинить какой-то вред своему клиенту или оказаться неэффективным. А иногда, может быть, вы чувствовали себя переполненными ожиданиями, какими-то возможностями профессии психолога, ведь она действительно очень многое даёт. И я уверена, что если вы все здесь, то этот путь достаточно осознанно вами выбран, и для вас важны помощь, сострадание, поддержка другого человека. Так вот, если вы задаётесь этими вопросами, если вас терзают муки сомнений, страхов, тревог, и в то же время присутствует какое-то воодушевление и интерес, то эти чувства нормальны. Просто, знаете, если говорить о профессиональном развитии в области психологии, то оно включает в себя множество компонентов. Подготовку выпускникам, обучение, стабильность карьеры, также такой долгосрочный карьерный, финансовый, коллегиальный и личностный успех. Основа профессионального развития необходима нам не только для получения хорошей работы и оплаты соответствующей, но и также для обеспечения профессиональной, этической стабильности на протяжении всего нашего карьерного пути. И когда у нас есть прочная основа профессионального развития, то начинающий специалист может иметь возможность получить преимущество такого профессионального долголетия и успеха в психологии. Чтобы достичь успеха в личностном, профессиональном развитии, необходимо заложить крепкий фундамент. Мы можем сравнить это с строительством дома. И вот этот личностный фундамент – залог хорошего, крепкого дома. Прежде чем ставить стены, возводить и крышу, важно создать такое личностное развитие устойчивое, важно подготовиться к тому, чтобы быть профессией. И, соответственно, поэтому нам важно вкладывать большое количество ресурсов, направленных на укрепление, на совершенствование своей собственной личности. Иначе, если мы рано возведем стены и поставим крышу, крышу может и покосить. Есть такой термин – простая экспозиция, который не относится в данном случае к нашему привычному инструменту работы с тревожными расстройствами. Она основана на расширении своего опыта в различных областях психологии, повышает вероятность получения новых возможностей. Например, если вы занимаетесь деятельностью исключительно в рамках своей карьеры на полный рабочий день, то, скорее всего, ваши возможности могут быть ограничены. Если вы присоединитесь к психологической ассоциации, например, нашей, одной из самых многочисленных ассоциаций, вы будете расширять свое общение с другими людьми, профессионалами. Вы будете иметь возможность быть в центре профессиональных событий, получать необходимые знания, скажем так, основанные на передовых технологиях, передовых исследованиях. Соответственно, ваша социальная сеть профессиональных контактов будет расширяться, и это позволит надежно двигаться вперед. Какими же личностными качествами важно обладать? Какие личностные качества и навыки необходимо развивать для того, чтобы стать хорошим профессионалом? На протяжении всей карьеры важно быть таким открытым, объективным, непредубежденным к другим областям и направлениям практической психологии, вообще в целом наукоповедения. У вас может быть повод для гордости, учитывая какие-либо достижения, например, получение сертификации в вашей дисциплине. И гордиться достижениями – это очень хорошо, и это правильно. И это повод для того, чтобы презентовать себя в социальных сетях, развивать свой личный бренд. Но вот умолять или принижать значимость другой области для того, чтобы возвысить свое собственное – это уже совсем другое. Непредубежденность, открытость требует здорового уважения к другим направлениям, отраслям, дисциплинам, школам. И чтобы добиться такого уважения, крайне важно узнать о каждой дисциплине, создать сеть контактов с коллегами, которые представляют, может быть, какую-то смежную дисциплину, смежное другое направление, принадлежать какой-либо смежной другой организации. И вот эта открытость, этичность специалистов открывает новую перспективу и в конечном итоге улучшает качество помощи нашим клиентам. Поэтому очень важно быть таким непредубежденным, открытым специалистом и бережным не только к себе и своим клиентам, но и также к специалистам, работающим в нашей сфере или смежным специалистам. Специализация – еще один такой важный момент профессионального самоопределения. Муки выбора, я думаю, знакомы многим в момент освоения профессии. Но ваша карьера не требует от вас выбора какой-либо стороны. Здесь нет никакой дихотомии. И даже если сегодня вы выберете какую-то одну специализацию, вряд ли вы будете придерживаться ее на протяжении всей карьеры, потому что будут появляться новые клиенты, новые запросы. Вы будете проходить какие-то дополнительные новые повышения квалификации, новое обучение. И это будет, скорее всего, вызывать у вас какой-то новый интерес и будет толкать вас к тому, чтобы осваивать какие-то новые разделы, новые направления. Но когда дело доходит до принятия решения о специализации, необходимо учитывать, что более широкая специализация – это, да, возможно, наплыв множества клиентов с разными потребностями, но и высокая конкуренция. Но с другой стороны, часто бывает сложно поддерживать одинаково какой-то хороший уровень помощи, будучи таким вот специалистом во всем. Умская специализация тоже имеет свои плюсы и минусы. С одной стороны, это вроде бы как некие ограниченные услуги, потому что ваш опыт более специфичный. Но у вас есть возможность стать авторитетом в своей сфере. И это позволит сосредоточить свои исследования и практику в какой-то определенной нише. У вас будет продвинутый уровень понимания в какой-то конкретной области, и при выборе специализации важно учитывать, кроме своего личного интереса, еще и потребностей рынок в этой сфере. Вы можете быть авторитетом в своей области, но если это никому не интересно или крайне узкой аудитории, то очевидно, что могут возникнуть с тем, чтобы иметь клиентов и расширять свою практику с работой. Есть еще один вариант, когда вы выбираете несколько специализаций, и здесь, чтобы добиться успеха в нескольких сферах, каждая ниша должна быть определена более узко. То есть вы понимаете, что если вы выбираете, например, тревожное расстройство, очень часто сопутствующим расстройством может быть депрессивное. Таким образом, вы берете несколько специализаций, расстройство личности, расстройство пищевого поведения. Многие состояния бывают коморбидными. Можно выбирать сферы согласно возрастным категориям, быть взрослым психологом или работать с определенным контингентом спортивной психологии, карьерное консультирование в рамках работы с коллективами, организациями, или же быть детским психологом, подростковым психологом. То есть на самом деле у нас очень много есть различных специализаций, выбор действительно велик. И чтобы определиться с тем, какую же все-таки специализацию выбрать, вы можете начать больше читать по этой теме, пройти какое-то обучение и попробовать практиковать, конечно же. Когда говорят о профессиональном и личностном развитии, подчеркивается, что профессиональное развитие – это процесс, в ходе которого специалисты практики приобретают знания, совершенствуют навыки, повышают свою квалификацию, чтобы стать компетентными профессионалами. И кроме того, этот процесс предполагает развитие профессионализма, который включает в себя модели поведения и такое этичное поведение, самоанализ, самосовершенствование, вежливость, сотрудничество, культурную, толерантную, социальную ответственность. И мы видим, что профессиональное и личностное развитие, они пересекаются между собой, потому что профессиональный психолог должен быть личностно развит, чтобы поддерживать непрерывный рост свой и некую устойчивость, жизнестойкость, стабильность. Это основа личностного развития, включая в себя стремление исследовать себя, стремление решать проблемы, которые требуют внимания. Поэтому здесь вытекает еще один важный вопрос – важность заботы о себе. То есть прежде чем помогать клиентам, важно качественно заботиться о себе. И я помню, как однажды на курсе Кейт Добсон говорил о том, что хорошему когнитивно-поведенческому терапевту важно обладать навыками, которыми мы снабжаем наших клиентов. И предполагается, что когнитивно-поведенческий терапевт точно может работать с самим собой, может оказывать себе помощь и поддержку, используя навыки когнитивной реструктуризации, поведенческих экспериментов, экспозиции, если нужно. То есть мы же учимся у наших клиентов становиться психологами самими и себе, соответственно, как же нам? Нам тоже важно это делать. И навыки, связанные с личностным развитием, будут включать в себя и гибкость, и принятие изменений, и умение ставить цели, и управление временем, и хорошие навыки общения, управление конфликтами, стрессом, и вообще эффективную копинг-стратегию. Поэтому закрепление областей такого личностного развития жизненно важным для профессионального успеха, по крайней мере, в нашей сфере. Личностное и профессиональное развитие часто используются взаимозаменяемо. Но между ними существует, конечно же, и разница. Связь между ними является причинно-следственной, следовательно, одинаково важен развивать и то, и другое, и примерно одновременно. Личностное развитие будет включать в себя некие навыки, которые необходимы нам в жизни в целом. Ну, в общем-то, то, что мы обычно развиваем у наших клиентов. И эти навыки присутствуют во всех сферах жизни, в общении с близкими, в том, чтобы работать с нашими клиентами, уметь организовывать свое время, уметь общаться с большой аудиторией. Профессиональное развитие будет включать в себя навыки, которые необходимы для понимания своей карьеры, выполнения задач в этой карьере, ну, чтобы улучшить результаты. Ну, например, мы можем говорить, если о комиссионно-поведенческой терапии, то умение составлять план терапии, умение составлять концептуализацию, выполнять психологическую оценку, ввести терапевтические заметки и подспудно поддерживать контакт со своим клиентом. Также важно иметь навыки понимать работу коллег. И здесь мы можем иметь в виду интервизии, которые являются частью, неотъемлемой такой частью развития начинающего профессиональной особенности. Поэтому мы можем говорить о том, что личностные и профессиональные навыки идут друг рядом с другом. И вот, в частности, была такая рабочая группа по профессиональному развитию, они говорили о том, что выделили два таких фундаментальных компонента профессионализма – межличностное функционирование и критическое мышление, то есть мышление как у психолога. Что же имеется в виду? Подмежличностная эффективность, даже такой пункт есть в шкале оценки компетентности когнитиво-поведенческого терапевта подразумевает эффективное взаимодействие с другим человеком, бережное общение, этичное общение. При этом специалист, который умеет эффективно общаться, обладает достаточно высоким социальным интеллектом, имеет способность понимать других людей, вести себя мудро и уместно по отношению к ним. Развита эмпатия и все, что поднимал под эмпатией Карл Роджерс, то есть работая с клиентом, мы стараемся быть эффективными, мы стараемся подмечать эмоции клиента, валидировать эти эмоции, мы стараемся быть с клиентами достаточно откровенными, при этом деликатными, поддерживающими, замечающими сильные стороны наших клиентов. Но в то же время сложно можно представить себе психолога, который обладает межличностной эффективностью в рамках работы с клиентом и при этом совершенно не обладает ею в своей личной жизни. Это выглядит очень противоречиво, согласитесь? Поэтому межличностная эффективность, то, что мы можем развивать, даже если у вас нет клиентов на данный момент, это то, над чем вы можете поработать в своей обычной жизни, общаясь со своими близкими, родителями, детьми. Это тот навык, который действительно крайне необходим для выстраивания коммуникации с клиентом. Что же такое мышление, как у психолога? И на самом деле, несмотря на то, что тут есть ссылки на статьи, публикованные относительно мышления, как у психолога, не уверена, что это когнитиво-поведенческие специалисты писали, но я могу сказать, что то, что подразумевается под мышлением, как у психолога, это то мышление, которое мы развиваем в КПТ, у наших клиентов, ну, соответственно, грех не пользоваться самим этим инструментом. Так, в общем, это способность подходить к решению проблем с научной точки зрения. Что предполагает это? Предполагает сочетание факторов, то есть критическое мышление и логический анализ, знание использования научных исследований и профессиональной литературы. Ну, вы знаете, что КПТ evidence-based, соответственно, любую технику, которую мы используем в рамках конкретной сессии, или в целом планируя терапевтическое вмешательство, терапию, план терапии, должно быть, любое вмешательство должно быть научно обоснованным. И это тоже оценивается в шкале компетентности специалистов СТРС. Поэтому научный стиль мышления подразумевает не только сам стиль, ставить гипотезы, проверять их, но и также подход к планированию своей практики, опираясь на научно обоснованные данные. Способность концептуализировать проблемы и умение взглянуть с различных точек зрения. Здесь мы можем иметь биопсихосоциальный подход. Мы смотрим на нашего клиента целостно, максимально. Мы выделяем его жалобы, симптомы, с которыми клиент пришел. Стараемся понять, как эти симптомы сказываются в определенных сферах его жизни, на социальном функционировании, на уровне самочувствия. Возможно, он плохо спит, возможно, у него есть хроническая боль. Как он выстраивает свои отношения не только с близкими, но и на работе, возможно. Какие мысли у него возникают, есть ли у него самокритика, руминация. Насколько он обладает сильными сторонами, адаптивными стратегиями поведения или его недостатком, недостатком каких-либо навыков или преобладанием компенциторных стратегий, которые усугубляют проблемы, имеющиеся, с которыми клиент обратился. И способность получать доступ, понимать, интегрировать, использовать ресурсы. И здесь мы имеем в виду эмпирические данные, как на уровне общения с клиентом, то, что он им приносит и рассказывает, результаты поведенческих экспериментов, протоколы СМР, в них настроения, в котором клиенты пишут о том, о чем они переживают, о чем они думают. Кроме того, мы должны, хочется сказать, хотим и любим, скажем так лучше, читать статьи, научные данные, новинки различные в плане исследований. Мы можем обращаться к коллегам за помощью в плане обсуждения сложности, с которыми мы сталкиваемся. Те, кто демонстрирует выдающиеся результаты в профессии, не только полагаются на правила, используемые новичками, здесь мы скажем о некотором интересе, возможно, не самоуверенности, а уверенности и уверенном пользовании различными источниками информации, аналитические подходы, новые ситуации, творчески, интуитивно размышляя, оценивая то, что мы делаем в принятии решения диагностики. Мышление психолога – это как развитие мудрости, которое будет включать неявное знание, подкрепленные ценности на общего блага. Очень хорошо, когда наши ценности действительно соотносятся с тем, что мы делаем в профессии. Нет какого-то одного элемента, который будет способствовать развитию этого аспекта профессионализма. Но я могу сказать точно, что подход направляемого открытия, который используется при дизайне каждой отдельной сессии когнитинопоидической терапии, способствует не только развитию мышления нашего клиента, но и нашего мышления как специалиста. И поэтому мы можем обращаться за консультациями, посещать различные обучающие курсы, проходить тренинги, встречаться коллегиально и практиковать какие-либо техники, получая соответствующие навыки. Что же может помочь нам в совершенствовании собственной компетентности и борьбе со страхом? Конечно, это практика. Как говорил великий теория без практики, мерква, практика без теории слепа. Поэтому, погрузившись в непосредственную работу с клиентами, мы сможем получить уверенность в себе и почувствовать, что наша работа настоящая, реальная. Но давайте будем честны и оставаться реалистами. Чтобы погружаться в практику, важно получить хороший фундамент в виде того самого личностного развития и профессионального развития. То есть хорошие знания. Наша ассоциация, собственно говоря, и строит образовательные программы по такому принципу, чтобы получить, давать, могли получить наиболее последние проверенные данные в теоретическом плане и имели возможности попробовать на практике их потренировать, закрепить различными тренинговыми занятиями и после этого, получив некоторый вот такой фундамент, начать строить дом своей практики, своей карьеры. Обучение. Вот как раз то, о чем я сказала. Нам важно постоянно, подчеркну, и три восклицательных знака поставлю, постоянно повышать свою компетентность. Непрерывное профессиональное образование – это, мне кажется, само собой разумеющееся, если вы выбрали профессию психолога. Наука не стоит на месте. Мы можем находиться достаточно, ну, и хорошие навыки, и личностные, и профессиональные, но крайне важно стараться быть в курсе того, что происходит в мире. Поэтому здесь мы говорим и об активных формах обучения, когда мы приходим на занятия, на курсы повышения квалификации, но и также самообразование, чтение литературы. Очень-очень-очень много читать приходится. На различных языках литературы, все языки, которыми вы владеете, важны. Это хорошо, если у вас есть этот навык. Но, кроме того, наша ассоциация издает большое количество книг по компенсивно-поидической терапии. Как раз через дня психолога мы будем делиться с вами, делимся с вами промокодом на скидку 25% в издательстве Питер, в которых очень много сейчас полезной литературы есть. Супервизии помогают справиться со страхом первых консультаций, в особенности получая поддержку от супервизора. Иногда коллеги приходят и, получая обратную связь, успокаиваются, что, оказывается, я все правильно делал. Но бывают ситуации, когда ты действительно чувствуешь, что не понимаешь, куда двигаться, или терапия зашла в тупик, или возникают сложности с тем, чтобы понять, а какое же все-таки глубинное убеждение из трех. Не может быть, что все три. Все-таки очевидно, что есть какое-то одно, а может быть, действительно три. Соответственно, вы можете обратиться к супервизору, и такое коллегиальное обсуждение часто приносит хороший результат. Личная терапия. Личная терапия дает также очень много. Помимо того, что вы проработаете какие-то свои проблемы, вы будете иметь возможность увидеть, как это работает изнутри. И у нас планируется курс, например, «Самопрактика и саморефлексия» в КПТ, где мы будем тренироваться, выполнять все те же техники, которые мы учим для того, чтобы работать с клиентами на себе, и такой делать анализ, а что было сложного в том, чтобы вести дневник ежедневно, с какими трудностями может столкнуться наши клиенты, выполняя поведенческие эксперименты, а что будет полезным из этого опыта, который я избегу для моего клиента, например. И формирование собственного профессионального окружения. С коллегами легче быть в потоке, узнавать о новых тенденциях, обмениваться знаниями, навыками. Например, чаты на платформе могут выступать таким инструментом общения друг с другом, различные интервизии также позволяют нам получать обратную связь от коллег. То есть само нахождение в ассоциации является такой вот развивающейся средой образовательной, которая не только морально поддерживает, но и дает действительно возможности для осуществления своей практики, для карьерного роста. Ну и хотелось привести цитату из Американской психологической ассоциации. Чтобы практика была научно обоснованной, она должна основываться на качественных исследованиях, клиническом опыте, характеристиках, предпочтениях и культуре клиентов, пациентов. Интеграция этих компонентов приводит к достижению конечных целей, научно обоснованной практики, профессиональному развитию. И как ученые и практики мы обладаем потенциалом внести существенные изменения в то, как люди относятся к психическому здоровью, как проводятся оценки вмешательства, и внести свой вклад в общую такую стабильность человечества. Поэтому, коллеги, я от всей души желаю вам удачи в профессиональных начинаниях. И сейчас взгляну, есть ли вопросы, и с удовольствием на них отвечу. Наверное, сейчас. Вопрос такой, как можно сказать кратко, чем отличается мышление психолога от мышления клиента? Хочется процитировать Джудит Бек, которая говорит о том, что часто клиенты имеют большое количество проблем, и именно поэтому они являются клиентами. Их мышление поначалу, когда они прощаются к нам в терапию, имеет, может быть, большее количество когнитивных искажений, нежели у нас. В их структуре, их мышления активированы глубины убеждений дезадаптивного плана. Соответственно, часто они не обладают знаниями о когнитивной модели, и поэтому не умеют войти в эту позицию, посмотреть о том, что происходит, посмотреть на ситуацию с разных сторон. И диалог Сократа, например, помогает клиентам увидеть ситуацию с разных точек зрения, обратить внимание на то, какие мысли возникли в тот момент, когда я почувствовала сильное раздражение и весельную тревогу. Соответственно, наше мышление обладает большим, ну, в момент, по крайней мере, начала терапии, может быть, большим таким научным подходом, аналитическими такими особенностями, которым мы обязательно учим нашего клиента. Надеюсь, это было кратко. Так, вроде бы больше вопросов нету, и я с удовольствием хотела бы представить следующего нашего спикера. Но прежде напомню, что в честь Дня психолога мы делимся промокодом 25% в издательстве Питер. Модераторы сейчас отправят промокод в чат. А следующий наш спикер Альберт Дзирович Муртазин, врач-клинический психолог, преподаватель Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии, консультант КПТ-центра БСБТ в Москве, Альберт, на месте ли вы? Альберт, приветствую, очень рада видеть. Да, Ирина, тоже очень рада. Спасибо большое за представление. И, да, вы представите сами название доклада, или я все-таки озвучу, какие направления психотерапии изучать после когнитивно-поведенческой терапии БЭКа. Действительно, очень часто меня спрашивают, а когда лучше? Параллельно? Или, может быть, сначала освоить какие-то другие направления, а потом прийти к нам на базовый курс? Поэтому, мне кажется, такая тема, которая будет интересна очень многим, и является такой важной. Хорошо. Спасибо большое, Ирина. Я с удовольствием продолжу такую эстафету знаний. И понятно, что за 15-20 минут, которые будут для моего доклада, я смогу только коснуться этого, но надеюсь, что какие-то идеи будут полезными для дальнейшего поиска информации. Я представлюсь. Меня зовут Альберт Матезин. Я преподаватель, супервизор Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии, практикующий терапевт. И я в своей практике могу сказать, что я терапевт КПТ-бэк. Я работаю именно в этом подходе, но при этом я могу применять техники самых разных КПТ-подходов. И немного поговорим о том, как это совмещается. Во-первых, название доклада уже есть, что изучать после КПТ-бэка. То есть мы подразумеваем то, что какое-то первое логичное развитие специалиста именно в когнитивно-поведенческих терапиях, это, наверное, изучение самого исторически первого метода, такого метода основоположника, который нам предложил Арнен Пенкенбэк. И что значит изучить КПТ-бэк? Что значит я терапевт КПТ-бэк? Я бы выделил следующие пункты. Я разделил их на 5 частей. Можно что-то вообще, где-то что-то еще выделить. Но мне кажется, это самое главное. Мы в КПТ-бэка, именно этой терапии, применяем когнитивную модель. Мы можем применять так называемую классическую традиционную когнитивную модель. Здесь я имею в виду, что у нас какие-то триггерные ситуации или как они называются, у Джудитбэк, активирующие события, активейтинг-эвентс, они активизируют наши так называемые когнитивные схемы, состоящие из убеждений. Часто клиенты к нам приходят именно с дисфункциональными, дезадаптивными убеждениями. Эти убеждения, в свою очередь, вызывают какую-то цепочку мыслей. И вот это все называется когнитивной схемой. И так вот есть триггер, ситуация, событие, которое активизировало эту когнитивную схему, мысли, убеждения, и уже когнитивная схема, в свою очередь, активизируют наши реакции, такие как эмоции, ощущения в теле и внешнее наблюдаемое поведение. И мы проводим объяснение этого обычно на самом первом сеансе нашим клиентам или на первых сеансах. Мы проводим диагностику, которая включает все эти элементы, обычно с помощью такого инструмента, который называется SMAR, который предложил Дмитрий Викторович Ковпак, президент нашей ассоциации, еще на заре развития КПТБК в России. И во многом мы возвращаемся к этой когнитивной модели от сессии к сессии. Хорошо, если каждую сессию, еще лучше, если несколько раз на сессии. Это такая основа и важный элемент нашей работы. Есть исследования, говоря про второй пункт, исследования, которые показывают, что когнитивная концептуализация является не только важным инструментом в работе специалиста, но и фактором, который влияет на эффективность. То есть было показано, что специалисты, использующие концептуализацию, достигают лучших результатов, чем те, кто ее не использует. Поэтому здесь мы поговорим о концептуализациях отдельно. Я напомню тем, кто знает, я покажу концептуализации по формам бюджетбэк, концептуализации ассоциаций, ну и еще одну концептуализацию, еще одного метода, который предложил Aron Beck, CTR, просто для примера, для сравнения. Третий пункт, мы постоянно имеем к своей... Ага, спасибо большое. Я подумал, что она включилась. Я как раз демонстрирую эти самые пять пунктов. И мы сейчас говорим про третий пункт, про то, что у нас в голове, у терапевтов есть постоянно стратегия и тактика изменений, план терапии, да, он может выстраиваться, начиная с самой... с первой встречи с клиентом и уточняется по мере того, как у нас собирается концептуализация. И эта стратегия и тактика изменений, да, это основа наших действий на каждой сессии. Ну и, конечно, мы применяем специфические техники. И мы применяем техники не для того, чтобы их применить, а для того, чтобы когницы убеждения наших клиентов изменялись. Поэтому мы оценим так называемый когнитный сдвиг. Насколько изменилось мышление клиента до и после какой-то конкретной техники. У нас специфические техники являются таким фактором изменения. И по разным данным исследований они определяют до 15% эффективности терапии в целом. Ну и современную КПТ-терапию невозможно представить без работы с сильными сторонами клиента. Достаточно давно КПТ-бэка это работа не только с дезодактивными убеждениями и поведением, это еще работа с ценностями, это работа с таким упорным акцентом на достижение клиента, на его сильные качества и стороны. И мы уже на базовом курсе уделяем сейчас большое внимание и отдельное внимание уделяем в специальных отработках. Есть отдельные тематические техники, навыки и по ценностям, и по концептуализации, и по работе с разными элементами плана терапии. Поэтому здесь еще на уровне получения основной информации важно это обратить внимание. И конечно, если специалист начинает с другого метода, например, с КПТ-бэка, и приходит уже в этот метод, например, после какой-то другой терапии, неважно КПТ или нет, эти элементы могут казаться достаточно сложными, то есть требуется еще раз изменить мышление терапевта, еще раз изменить те привычки, которые мы используем в своих моделях консультирования. Ну, и отвечая на вопрос, что же изучать дальше? То есть, вот мы опираясь на эти пять пунктов, уже можем сказать, что мы работаем, умеем применять КПТ-бэка. Что делать дальше? Ну, обращая внимание на вообще распространенные виды психотерапии, надо сказать, что КПТ-специалист, как одна из компетенций, ориентируется в других направлениях психотерапии. КПТ становится постепенно самым распространенным направлением и в России тоже, и достаточно давно является самым распространенным направлением в мире. Большинство сессий, которые проводятся в мире, это именно клиентиноповеденческая терапия. Ну, и здесь я еще раз подчеркну, что в КПТ, в отличие от многих других направлений КПТ-бэка, мы можем применять техники из других подходов, фактически из любых других подходов, если мы как будто брот, как два кусочка хлеба с двух сторон начинки, используем оценку когнитивного зига, используем формулировку убеждений, с которым мы работаем, и насколько клиент доверяет ему убеждения до конкретной техники и после. здесь изучение и знание любого подхода, который, допустим, изучили до КПТ, может помочь, потому что вы можете использовать те техники, которые вам уже знакомы внутри КПТ-бэка. Но, тем не менее, говоря о КПТ, есть целое семейство когнитивно-поведенчих терапий, мы о них сейчас поговорим. Но до этого надо сказать, что тут также широкий выбор, куда вы дальше смотрите, на какую нишу вы смотрите, какая специализация вам просто интереснее, ближе к вашим ценностям, к вашим ценностям как терапевта человека. Возможно, вы видите свою миссию как помощь парам или семьям, или вам просто интереснее процесс групповой терапии, а не индивидуальной, и, конечно, вы можете на этом концентрироваться. Есть соответствующие программы нашей ассоциации по групповой терапии, программы Елены Гриценко и Юлии Рыбцовой. Целый такой цикл есть по парной терапии в КПТ. Ну и, конечно, у нас очень много обучения и практика ориентированных тренингов для индивидуальной работы с клиентами. Можно выбрать с какой группой клиентов вы хотите работать. Если вы хотите работать с детьми, у вас будет меньше конкуренции. в КПТ. Вы можете работать с детьми, спор. В КПТ. Таким диагнозом как ПТСР, и здесь, посмотрите, перинатальное, допустим, консультирование, это работа с какой-то группой людей, пример консультирования с ПТСР, это пример консультирования конкретной группы людей с каким-то диагнозом или с некоторыми диагнозами, ну и какие-то тоже примеры группы диагнозов, это расстройство личности, аддикция какая-то конкретная или группы аддикций, это то, в чем вы можете стать специалистом, и, соответственно, ваши коллеги будут вас знать как специалисты в этой области. По каждому из этих направлений есть специальные курсы, дополнительные обучающие курсы, семинары в рамках, например, базового продвинутого курса в нашей ассоциации. И я уже сказал то, что есть большой выбор развития внутри когнитивно-поведенческой терапии, внутри этого семейства терапии, и здесь перечислены далеко не все виды, скорее вот виды, которым можно обучаться в России, по большинству из этих направлений есть обучение в ассоциации. И здесь я упомяну когнитивно-терапию ориентированную на восстановление, это еще один метод, который основал Арон БЭК. Сейчас этим направлением, прям отдельным направлением в учреждении института БЭК руководит Толгрант. И я сейчас покажу концептуализацию этого метода. Мы в ассоциации под руководством Дмитрия Викторовича развиваем когнитивно-поведенческой терапии ориентированной на потребности, тоже некое такое развитие КПТ БЭКа с опорой на все достижения и научно-обоснованность этого метода. Можно вспомнить про рационально-мотивную поведенческую терапию Альберта Эйлиса. Тоже такой базис может получить у нас в ассоциации, и дальше обучаться в институте Альберта Эйлиса. И такие семинары или целая серия семинаров есть по схемотерапии, метакогнитивной терапии, терапии принятия ответственности, сфокусивания на сострадании. Также из того, что здесь перечислено, у нас есть и отдельные семинары, и видеосеминары по терапии эмоциональных схем, по мотивационному консультированию, по направлениям, основанным на mindfulness. Ну и вы видите другие направления, которые… Некоторые из них специализируются на каких-то группах диагнозов. Ну, допустим, диалектику по поведенческую терапию Маршалин изначально создавала для пациентов с ПРЛ, с пограничным расстройством личности. Сейчас считается, что терапия ориентирована на как раз людей, страдающих расстройствами личности и суицидальным поведением. Также для работы с расстройствами личности, можно сказать, на эту работу ориентирована схема терапии. Но это не значит то, что, например, с этой группой расстройств нельзя работать в КПТ-бэка. Мы сейчас готовим курс КПТ-расстройств личности, в котором мы пробуем интегрировать разные информации и навыки из разных подходов для того, чтобы помогать этим клиентам. И давайте посмотрим, как у нас различается наше мышление в разных… Ну, для примера просто приведу несколько видов КПТ-терапии. Да, и наше мышление в том числе зависит от той концептуализации, которую мы используем. И очень долгое время в КПТ-бэка мы использовали вот такой вид, предложенный Аарона Бэком, Джудит Бэк. И здесь у нас очень такая взаимосвязанная цепочка информации. У нас значимые данные жизни. Какие-то данные повлияли на формирование наших глубинных убеждений, то, каким было нашими личностными взаимодействиями в детстве, то, что мы приобрели в результате моделирования нашей родительской семьи. Это все формировало наши глубинные убеждения. Есть обслуживающие их промежуточные убеждения, которые делятся на несколько категорий для нашего удобства. Есть то, как люди используют какие-то варианты поведения, чтобы как-то уживаться и жить своими убеждениями. Мы их называем компенсатурными стратегиями. И все эти наши предположения, все эти моменты, которые мы выявляем при беседах, в сессиях с клиентами, у нас основываются на нескольких типичных ситуациях, которые мы также сюда записываем. И это привычный вид сбора информации, Несколько лет назад Джуди Бек в третьем издании своей книги добавила к этому очень похожую, я бы даже сказал аналогичную форму концептилизации. Концептилизация только она уже рассматривает не проблемные моменты поведения, а наоборот сильные стороны. И здесь мы вместо событий жизни, которые привели к каким-то проблемам, говорим наоборот о достижениях, говорим о ресурсах, о таких качествах личности, которые поспособствовали адаптивному поведению. Соответственно, выделяем адаптивные глубинные, промежуточные убеждения, адаптивное паттерное поведение, ну и также подкрепляем это несколькими, ну тремя или более ситуациями, которые являются типичными, для типичными примерами проявления такого адаптивного мышления клиента. И КВТ Бека считается достаточно важным, делиться информацией с клиентом, делиться информацией не только с теми убеждениями, которые поддерживают какую-то проблему, но и теми адаптивными убеждениями, которые поддерживают его обычное адаптивное функционирование. И посмотрите, насколько отличается концептуализация в методе, который называется коллективной терапии ориентированного установления. И насколько принципиально другая формулировка. Казалось бы, мы здесь начинаем совсем не с проблем, а мы начинаем наоборот с такого адаптивного режима клиента. Мы начинаем с того, что клиенту дается лучше всего. Надо сказать, что этот метод, это направление терапии стало основой для тех изменений, которые GVB представил в этой форме. То есть сначала мы говорили о развитии КТОВ, CTR, и потом это привело к изменениям КПТ Бека. Мы здесь видим, что мы можем обсуждать такие аспекты жизни, как устремление, такие понятные клиенту поведенческие шаги, которые ведут к какой-то мечте. То есть в отличие от цели, устремление, это нечто большее, может быть, не привязанное ко времени. И мы можем обсуждать смыслы достижения каких-то целей, устремлений. Мы также не оставляем в стороне какие-то проблемы, но мы говорим о них несколько позже, чем это принято, например, в КПТ Бека. Ну и также мы концентрируемся на каких-то конкретных позитивных действиях, связанных с функционированием клиента. То есть с теми действиями, которые сейчас возможны, и которые приводят нашего клиента в состояние активизации его позитивных, адаптивных убеждений о себе. И еще как пример покажу концентрализацию, которая относится к терапии, ориентированной на потребности. И здесь мы говорили о том, что базируемся на том, что у нас есть КПТ Бека. Вы видите, здесь знакомые элементы. Но в то же самое время терапия ориентированной на потребности учитывает формирование и развитие потребностей и какие-то другие свойства, такие как удовлетворенность потребностей, фрустрированность, как на длительном периоде развития, так и в настоящее время. И мы видим, что потребности, которые не удовлетворялись в детстве, могли сильно повлиять на формирование глубинных убеждений. Мы видим, насколько они могут влиять на текущее функционирование клиента. И поэтому это было выделено в отдельном направлении со своими такими дополняющими КПТ Бека компетенциями. И здесь также очень важный элемент, что прямо в форме концептуализации мы выделяем два уровня мышления. Не только автоматические мысли, но и произвольные. Это так называемый уровень осознанной или рефлексивной уровень обработки информации. Мы здесь отдельным потоком это выделяем. И вы можете видеть, что разные направления КПТ отличаются в первую очередь своей концептуализацией. И говоря, например, что мы работаем преимущественно в терапии и определенной потребности, мы подразумеваем то, что мы включаем наш разговор, мы включаем нашу работу, определение потребностей и работу с ними. Мы видим, что, например, в CTR этого не требуется, но требуется говорить с клиентом о его адаптивном режиме, о его устремлениях, ну и формировать конкретное поведение на каждой сессии. Мы видим, что, например, форма G-BEC этого не предполагает. Таким образом, у нас каждый конкретный метод терапии предполагает определенное мышление. Вы не увидите этого, например, в терапии, в принятии ответственности, в терапии сфокусированного страдания, в диалекте поведенческой терапии. Там будет что-то свое. И это свое, это самая концептуализация, оно определяет мышление терапевта, определяет то, как мы строим план, стратегию и тактику изменений. Поэтому я призываю вас, например, для выбора следующего метода в рамках когнитно-поединительной терапии, посмотреть, как выглядят разные концептуализации, посмотреть, что из этого, что вам нравится больше, и принимать решения, в том числе, на основании этого. Потому что вы можете, даже не уходя в какой-то другой метод, использовать техники КПТ-БЭКа или в терапии терапевтной потребности и успешно консультировать клиентов, просто расширяя свой кругозор. И это решение кругозора хорошо вписывается в такую компетентностную модель, модель развития компетенций, о которой мы часто говорим на отдельных курсах. И говоря об этой модели, мы имеем в виду, что у нас последовательно развиваются вот эти три этапа. Сначала мы получаем знания, потом у нас вырабатываются навыки. Навыки – это уже некая такая автоматизация наших действий, нашей такой цепочки выбора разных шаблонов, которые у нас формируются на основании нашего опыта. И дальше мы говорим о формировании компетенций. То есть компетенция – это осознанное применение тех самых шаблонов и навыков конкретной ситуации. Ситуации могут меняться, клиенты могут быть разными, хотя они могут быть похожими друг на друга, но они имеют свои какие-то уникальные условия. И мы, используя компетенции, применяем эти навыки каждому конкретному клиенту. И здесь, когда мы говорим о нашем развитии как КПТ-специалисты, как психолога-психотерапевта, мы можем это свести к нескольким группам знаний, навыков и компетенций. Универсальные общие знания и навыки компетенции развиваются в любом подходе, в любом направлении психотерапии. И, конечно, почему пока мы говорим о том, что не все коллеги консультируют в когнитивно-поведенческих терапиях? Потому что есть универсальные навыки, которые в значительной степени влияют на результат. И здесь мы говорим о таком, безусловно, принятии клиента, об интересе к клиентскому кейсу, о рефлексивном слушании, о валидации и так далее. О всем том, что у нас формируют такую компетенцию, как хорошее терапевтическое отношение и вовлечение клиента в терапию. Эти две компетенции мы получаем, исходя из этих общих универсальных навыков. Ну и далее у нас есть, например, когнитивно-поведенческие знания, навыки и компетенции. И вы можете эти знания тоже увеличивать. То есть вам не обязательно уходить в другой подход, вы можете просто забирать оттуда какие-то знания и включать это в ваши навыки и компетенции, например, внутри КПДБК или внутри терапии, ориентированной на потребности. То же самое относится к проблемоцентрированным знаниям и навыкам и компетенциям. Мы здесь говорим о том, что вы можете глубже изучить то, как знания о конкретной проблеме, о ее диагностике, об особенностях применения техник при этой проблеме. И вы включаете это в вашу модель работы. Ну и говоря о метакомпетенциях, то есть это такие надкомпетенции, это про постоянное развитие своих навыков, это про взаимодействие с другими специалистами, с другими областями знаний. Это тоже то, что подспутно, постепенно развивается, когда вы используете те инструменты, о которых говорила Ирина. интервизии, супервизии, личную терапию, какие-то встречи с коллегами, обучение, работу в группах. Это все так или иначе развивает ваши компетенции. Я здесь скорее призываю посмотреть на это чуть более осознанно, задуматься о том, какие именно знания, навыки, компетенции из этих вы хотите развивать. Может быть, попробуйте их оценить. У нас есть, я провожу отдельные тренинги по оценке компетенций. Попробуйте порефлексировать на эту тему и выработать для себя план развития ваших навыков и компетенций. Большинство навыков и компетенций возможно тренировать в рамках нашей ассоциации. И у нас есть целые такие треки работы с этим. Как раз об этом в следующем докладе расскажет Ксения. Не буду сбегать вперед. Я, наверное, на этом закончу свой доклад. Спасибо большое за внимание. И если есть вопросы, с удовольствием отвечу. Спасибо большое за такой интересный доклад. И вопросы есть. Вопрос от Татьяны. Какой процент в КПТ-терапии занимают другие направления? Здесь мы можем посмотреть на это с разных сторон. Если говорить о терапевтах, которые практикуют в тельные подходы, можем говорить, что мы знаем по тем данным, которые у нас есть, что большинство специалистов, которые практикуют любой комитетный предназначный подход, обучались КПТ Аарона Бека. И многие из них обучались в нашей ассоциации. Это точно больше 70%. Точную цифру мы тут, конечно же, не скажем. Но абсолютно большинство обучались. Какие подходы люди применяют в конечном итоге? Это сказать сложнее. Я могу предположить просто из общения с коллегами, то, что, наверное, чуть меньше половины или половины так или иначе применяют подходы близкие к КПТ Аарона Бека. Достаточно популярные подходы. Это терапия принятия и ответственности, схема терапии, ну и все остальные несколько менее популярны. Тем не менее, на том слайде, где был список из семейской антинопережной терапии, все эти виды терапии так или иначе используются на территории России и СНГ достаточно широко. Спасибо. Тут много вопросов. Не могли бы Вы повторить про выбор специализации по возрастам взрослой, подростки, детям? А то на некоторое время связь прервалась. Я говорил о том, что это действительно может быть один из фокусов. Я хотел сказать о том, что если выбираете категорию работы с детьми, это несколько отличается от терапии взрослых. Это могут быть несколько другие техники и меньший разговор с клиентами, с детьми о концептуализации. И это предполагает, что у Вас будет меньше конкуренции, с детьми работать меньше специалистов. Это по-своему интересно. Но здесь я, наверное, просто сделал отсылку к этому направлению у нас в ассоциации терапии КПТ детей и подростков. Там об этом можно быть подробнее. Следующий вопрос от Ланы. Альберт, здравствуйте. У меня вопрос. Если я прохожу обучение практической психологии, могу ли я по окончанию вступить в Вашу ассоциацию и продолжить узкое обучение КПТ? Да, это скорее обычный путь развития специалиста. Что в какой-то момент специалист понимает, что ему близки научно обоснованные подходы. Он начинает свою такую узкую специализацию комитетно-поведенческой терапии АРНОБЭК. Следующий вопрос от Алисы. Как развиваться дальше в КПТ БЭКа? Продвинутый курс ассоциации? Это про то или нет? Да, я думаю, про это подробнее расскажет Ксения. И здесь я, как человек, который тоже через это проходил, там и продвинутый курс, и супровизионный курс, могу сказать, что у ассоциации очень такая продуманная линия обучения. Я точно, например, просто оглядываясь назад, могу сказать, что я видел такие достаточно заметные продвижения в своей работе и в эффективности работы по окончанию каждого курса. То есть каждый курс построен так, что он дает определенные навыки и компетенции. Поэтому могу это рекомендовать. Но я думаю, Ксения здесь расскажет подробнее. Да, я тоже думаю, Ксения Юрьевна нам расскажет подробнее. И тут есть еще вопрос. Скажите, пожалуйста, изучив разные направления КПТ, специалист может использовать разные концептуализации в зависимости от запроса? Я думаю, это возможно. И я, как специалист, пробовал это делать. Работать в разных подходах. Но в конечном счете, я думаю, многие специалисты выбирают какой-то один наиболее подходящий им подход с точки зрения концептуализации. То есть, конечно, можно их изучить и использовать. Но так получается, что чаще всего коллеги рассказывают на супервизиях, на интервизиях, то, что обычно приходят к какому-то одному подходу в конечном итоге. Я здесь тоже согласна, потому что, когда есть некоторое направление, оно позволяет нам эффективно мыслить и уже к этому единой линии, единому стержню добавлять, интегрировать какие-то отдельные другие техники. Может быть, важно, чтобы концептуально мы были не разрозненными, а достаточно сфокусированы. Да, это позволяет иметь какой-то вектор развития и фокусировку. И последний вопрос. Подскажите, где можно побольше информации почитать о КПТ-хронической боли? Мне прямо хочется ответить на этот вопрос. Я бы передал тебе этот вопрос, если ты не против. Да, у нас есть семинар по КПТ-хронической боли. И на продвинутом курсе у нас есть семинар по психосоматике. И там есть раздел, посвященный хронической боли. Основная книга, наверное, ну такая классическая книга, посвященная КПТ-хронической боли, это книга Бека. Когнитивная терапия хронической боли. Но она, к сожалению, не переведена еще пока на русский язык. На русском языке достаточно мало пока есть литературы. Но из недавнего терапия принятия ответственности хронической боли переведена. Есть остальное, только статьи, если вы хотите почитать. Есть уже некоторые коллеги пишут отдельные статьи, но полного, наверное, руководства какого-то на русском языке я пока не встречала. А на англоязычных терапию очень много. Мне, с твоей стороны, тоже близко это направление. У меня есть клиенты, которых жалобы можно назвать психосоматическими. В том числе, клиенты с хронической боли, да, и здесь для, ну такого и введения в тему, да, и начала погружения, начала практики, я бы с удовольствием порекомендовал твой семинар, на котором я сам участвовал, да. И мне кажется, такой хороший стартовый точек для работы. Большое, что оценишь. Очень приятно. Спасибо, Альберт, за такой замечательный доклад, вдохновляющий, мотивирующий, я бы даже сказала, потому что бы развиваться дальше. И как раз хотелось бы представить следующего спикера, Ксению Юрьевну Кириллову, наш карьерный консультант, клинический психолог, исполняющий обязанности исполнительного директора, руководителя ЧАР, службы Ассоциации клинической психотерапии. Вообще, я бы сказала, такой человек, который незаменим в нашей Ассоциации, практически ни в одном отделе, одно из таких звеньев, которое скрепляет все и вся. Поэтому, коллеги, с удовольствием представляю доклад, посвященный образовательным траекториям психолога. Прошу вас, Ксения Юрьевна. Спасибо. Такое обширное и помпезное представление возлагает на меня очень большие ожидания. Коллеги, постараюсь вас не разочаровать. Единственный момент, Ирина Викторовна, может быть, вы и не знаете, очень маленьким тиражом в свое время, несколько лет назад, может, даже десятков лет назад, у Дмитрия Викторовича вышла книжечка тоненькая, в соавторстве, с кем я не вспомню, называется «Как преодолеть боль». Я подозреваю, что она тоже в русле КПТ написана. Она, да, действительно, эта книжка есть, но, к сожалению, ее очень сложно найти и почитать. Да, поэтому мы надеемся, что все-таки переиздание будет этой книги. Я уже испытываю некую хроническую боль по этому поводу. Я могу вам дать почитать, у меня просто есть. У меня она есть тоже. Так, отлично. Да, вот и поговорили любители книжных магазинов. Спасибо. Коллеги, я могу включать презентацию, да? Да, можно? Спасибо. Так, все в порядке, у меня все работает, да? Все хорошо? Хорошо, ура, спасибо. Коллеги, добрый день, рада вас приветствовать, поздравляю вас с праздником. Ну, надеюсь, это будет хорошей, доброй традицией встречаться, как-то очень деликатно, интеллигентно чествовать и отмечать этот день. Указом правительства учрежден 22 ноября профессиональный праздник, день психолога. Может, когда-то это будет выходным днем, не исключено. Тем не менее, такое решение – это важная отметка важности работы психологов, где бы они ни трудились. Это и психологи в частной практике, и психологи в школах, в медицинских учреждениях, огромное количество есть направлений и потребностей, где могут пригодиться люди вашей, нашей с вами профессии. Я тоже по первому образованию, я клинический психолог. В свое время, уже очень давно, когда-то я заканчивала Российский государственный педагогический университет имени Герцена. И очень рада, хоть немного разговор, предваряя разговоры о карьере, хоть немного по-другому сложилась моя жизнь профессионально и мой путь. Я с университетской скамьи сразу же попала в HR-службу. Успела поработать, наверное, на всех участках, которые могли бы быть. И профессии я, ну, можно сказать, что не изменяла вот уже сколько? Только уже 14 или 15 лет я работаю в HR или вокруг HR, так или иначе. Тем не менее, к важности образования, фундаментального образования касается не только психологии, потому что многие из коллег приходят в профессию через профессиональную переподготовку, имея базовое какое-то другое образование. Но, наверное, самая большая ценность и важность фундаментального академического образования в области гуманитарных наук, тем более медицины, да, это и есть вот этот самый фундамент. Это и есть развитое желание и умение учиться. Но вот мы с вами уже взрослые люди, все-таки и ассоциация, и Международный институт развития когнитивно-поведенческой терапии – это дополнительное профессиональное образование. И я думаю, что я-то точно такую трудность испытываю, думаю, коллеги тоже иногда испытывают. Вот академический навык долго сидеть за партой, скажем так, он потихонечку утерян. Да, плюс возможности онлайн-обучения, которые дают нам иллюзию свободы и иллюзию того, что можно заниматься параллельно еще какими-то делами, когда вы учитесь, тоже, конечно, к этому располагает. Да, но это я всегда, извините, делаю такую отсылку, потому что сейчас в область моих компетенций, в область моей ответственности в ходе, в том числе, такое приглядывание за дисциплиной, решение вопросов студентов, я не могу практиковать, или я пропускаю занятия, или у меня выключена камера, я чем-то еще параллельно занимаюсь, там в дороге еще что-то, зачтите мне присутствие, да, либо еще что-то сделайте со мной, чтобы мы получили сертификат. Здесь это важно тоже отметить. дом презентации, и это тоже имеет прямую связь с тем, что называется карьера. Все взрослые люди приходят по своей воле, я надеюсь, учиться к нам и решать свои собственные профессиональные карьерные задачи, да, поэтому, ну, желание никакого, как излишне настаивать, да, его нет, все-таки мы надеемся на то, что все люди взрослые очень осознанно относятся к вкладу в свое образование, потому что вы тратите свой ресурс, свое время, да, свои деньги, поэтому, пожалуйста, берите максимум от этого обучения. И, да, вернемся к теме моей презентации. Про образовательные треки коллеги попросили меня рассказать, прежде чем мы будем обсуждать образовательные треки. Ирина, у меня к вам вопрос. Где вы читаете вопросы наших гостей сегодня? Они мне приходят. Вообще они на платформе, но мне их модератору присылают. Поэтому... Я могу надеяться на маленький интерактивчик, как вы думаете? А, я буду их озвучивать, давайте, да. Да, хорошо. Коллеги, задам вам вопрос. Что, по-вашему, такое карьера? Как вы понимаете, что такое карьера? Что такое карьера для вас? Есть ли у нас какие-то ответы? Вот так вот, быстро, в двух словах. Ждем, Ксения Юрьевна. Ждем, ждем, хорошо. Ждем, вроде бы... Пишут. Впечатление, что пишут, да пишут, точно пишут. Пишите. Но ждем. Правильного ответа нет, коллеги. Сразу спешу вас обрадовать. Важно понимать, как вы понимаете, что такое карьера для вас. Так, вот сейчас первое мнение. Карьера – это путь от цели к цели, не всегда линейный, но приносящий удовольствие и удовлетворение. Хорошо. Еще варианты будут? Еще один такой же пришел, Ларя. Видимо, продублировался. Кто-то с кого-то списал. А, вот еще вижу. Виктория написала. Становление себя как профессионала взросления в мире профессии. Ольга написала. Для меня карьера – это профессиональный рост. Хорошо. Ну, можно писать дальше. Не буду вас томить, потому что все-таки мое время тоже ограничено. Коллеги, вы все абсолютно правы в том, что вы отмечаете карьеру как нечто целостное и неразрывное от процесса жизни, в принципе. Да, потому что мы все выполняем несколько социальных ролей. Скорее всего, мы не только хорошие психологи, консультанты, психотерапевты. Скорее всего, мы еще и родители, дети, и братья-сестры, и супруги. И огромное количество таких моментов, они все равно присутствуют в нашей жизни. И карьера действительно – это движение к цели. Но это не касается только работы. Это касается интеграции всех сфер вашей жизни. для консультантно-предельной терапии Арана Бека. Недавних пор... Так, это что-то у меня. На кладках потом немножечко, да. Хорошо. Это действительно такой очень целостный процесс. И планирование карьеры всегда должно учитывать эти факторы. Потому что ваши дети, ваши супруги – это люди, которые, так скажем, имеют... на них ваша карьера тоже влияет. Элементарно, сколько времени вы можете уделить каждому из них. Сколько времени можете уделить себе. Поэтому, когда вы говорите о том, что это путь, приносящий удовольствие и удовлетворение, ну, здорово, если так. Но знаете иногда, что бывают моменты, когда нужно преодолеть что-то или кого-то, и чтобы сделать следующий шаг. Становление себя как профессионала, взросление в мире профессии – это такая уже хорошая взрослая позиция. Действительно, так и есть. Карьера – это профессиональный рост. Тут тоже можно спросить, что такое, по вашему мнению, профессиональный рост. Увеличение ли это количество дипломов ваших, да, либо увеличение количества клиентов, либо как вообще вы это измеряете. И тогда можно сделать какой-то вывод о том, как вы строите свою карьеру, как можно ее планировать. Действительно, карьера – это постоянный процесс. Что важно? Важно, вы, собственно говоря, все назвали. Да, это иерархия целей, чего я хочу достичь, что для меня значит профессионализм, как я пойму, что я созрел как профессионал, достиг каких-то профессиональных высот, какие ресурсы вам нужны для движения по этому пути, какова ваша мотивация, ну, и осознаете ли вы ответственность, да, по всем фронтам, перед клиентами, перед собой, перед семьей. Возможно, большое количество вариантов. Что касается мотивации, коллеги, я думаю, что многие из вас, из нас, движимы мотивом помогать другим в большей степени, наверное, чем остальными, да, и это отличительная черта наша. Не всегда ради денег, славы приходим в эту профессию, да, но есть что-то, какая-то ценность помощи другим и сострадание, сочувствие другим, которое мы вот так вот реализуем. И это очень важно, потому что если карьерный путь, который вы строите, противоречит вашим целям и ценностям, то, к сожалению, это будет либо очень сложно, либо в какой-то момент, скорее всего, специалисты отказываются от такой карьеры. Ну что ж, определяя цели, да, определяя свою меру успеха в каждом периоде, в каждом шаге, можно понять, правильно вы движетесь по тому, что называется карьерный путь, да, карьерная лестница представляет все-таки нам как рост какой-то вертикальный. Это не всегда применимо, да, если у вас частная практика, ну, вы уже и так сам себе и директор, и все на свете, да, если вы работаете в компании, то, конечно же, надо понимать структуру компании и возможные пути для роста, если они есть. Потому что, может быть, это единичная должность и особо, ну, как-то некуда подвинуться. Тем более масштаб компании должен быть достаточно большой, чтобы говорить, ну, уже о каких-то передвижениях. Хорошо. Так. Не листается, листается. Коллеги, хотела бы обратить ваше внимание, ну, сейчас множество источников говорят об этом и очень много информации вокруг, что у нас миростремительно меняется. Это действительно так. У нас есть множество трендов, которые реализуются с разной скоростью. Ну, то, что очевидно уже сейчас, это конкуренция между людьми и искусственным интеллектом за рабочие места в том числе. Вы знаете, автоматизация идет полным ходом и на промышленных производствах, да, и на каких-то таком реальном секторе экономики, что называется. И в том числе у нас яркий пример. Наверняка все знают, что такое чат GPT может совершенно волшебно писать тексты на заданную тему, отвечать, в принципе, так, что не отличишь, что ты с человеком разговариваешь или нет, если так очень поверхностно, да, с ним общаться. И, конечно же, это тренд, который нельзя игнорировать. Ну, и есть такое понятие персонализированный менеджмент будущего, когда мы создаем какой-то трек свой, который подходит только мне, да, то есть это не про массовую какую-то, ну, какой пример вам привести. Одно время было очень модно отправлять, допустим, детей учиться за границу, да, но сейчас есть некоторые сложности с этим. Или была очень модная профессия юриста или бухгалтера, да, и там особый родитель, ну, это вопросы профориентации тоже, родители как-то особо, может быть, и не спрашивали, а, может быть, и спрашивали, и очень настаивали, да, там детей отправляли учиться на ту или иную специальность, которая, ну, вообще никак не подходит ребенку и потом уже взрослому специалисту, да, то сейчас тренд есть на персонализированный менеджмент будущего, профориентация сейчас уже, в принципе, с 4-5 лет, и профориентаторы детей берут их в работу и по каким-то, ну, больше физиологическим таким моментам определяют, хотя бы в каком направлении ребенок мог бы себя реализовать и какую профессию мог бы выбрать. Параллельно с этим идет у нас процесс, когда многие профессии отмирают, да, становятся неактуальными. Самый яркий пример, просто люди, с которыми я лично тоже сталкивалась, это телефонисты, которые работали на телефонных станциях и переставляли проводочки, но сейчас этого уже нет, все давно цифровое, специальность такая была, я не помню, как она называется, ну, допустим, телефонистка, сейчас такого уже нет, да, хотя люди работали годами и, ну, очень незаурядными надо обладать параметрами усидчивости и внимательности, чтобы работать на этой работе в свое время. Вот, так что, ваше будущее – это дело абсолютно ваших рук, на сегодняшний день абсолютно точно. Какие выводы можно из этого сделать? То, о чем сказал Альберт Инзирович, это непрерывное навыковое обучение, да, и Ирина Викторовна то же самое сказала, что действительно профессия психолога – это профессия, где ты постоянно чему-то учишься, да, непрерывная, но прошу обратить ваше внимание на слово «навыковое», да, просто складирование теоретических знаний и коллекционирование дипломов – это, конечно, прикольно, но, тем не менее, это, скорее всего, мало вас продвигает, если вы знания не пробуете на практике, чтобы они превращались в навыки, чем дольше вы тренируете какой-то навык, тем быстрее вы достигаете мастерства в этом навыке, да, либо в комплексе навыков. Это, пожалуйста, очень важный момент, обращайте внимание. Создание собственного образовательного трека, тоже вот Альберт Инзирович вам обрисовал, такие перспективы достаточно вдохновляющие, действительно, и есть еще один тренд, ну, вывод, который можно сделать из тренда, да, это поляризация по профилю компетенции, что это значит, что все-таки есть тенденция к тому, чтобы определять свое занятие достаточно узко. Вот все про всех, это здорово, но востребованность есть именно узких специалистов и узких знаний, да, и это очень интересная тенденция, потому что, как у нас когда-то, вроде бы, Google знает ответы на все вопросы, да, там, или все знают все благодаря, там, соцсетям и всему, но тем не менее, есть потребность в живой коммуникации между людьми, и здорово, когда есть у кого спросить, что-то очень узкое, и уже это не Google, это какой-то очень конкретный человек, который имеет экспертизу в чем-то, да, поэтому вот вам на размышления три такие ветви, это непрерывное обучение по навыкам, это создание, собственно, образовательного трека, и это все-таки предложение задуматься о том, какой профиль компетенции хотите собрать именно вы. Что же такое компетенция? Коллеги, тут тоже не буду вас томить, да, про карьеру вопросом попроще, потому что это прямо вот здесь близко лежит, а по компетенциям бывает немножко сложнее. Есть множество, есть множество вариантов трактовки этого термина, вообще компетенция, да, если мы провернуться к первоисточнику, это что-то, за счет чего вы можете конкурировать с кем-то, да, competition как соревнование. Компетенция – это способ эффективно действовать. Компетенция складывается у нас из пяти вот таких больших компонентов. В первую очередь, это ваши профессиональные знания, да, это мы вновь отсылаемся к нашему университетскому обучению, да, к тому фундаменту, который был у вас заложен. Неважно, первое образование вы получили психологическое или медицинское, либо какое-то другое, да, это то, это те профессиональные знания, которые вы выучили, скажем так. Профессиональные навыки тоже я об этом уже сказала. Навык – это какая-то конкретная очень операция, которую вы попробовали на практике, она у вас получилась. Навыки объединяются в комплексы умений. Ну, вот здесь можно, опять же, повториться, что долготренируемые навыки, умения становятся мастерством, да, но это годы нужны нам на это. Профессиональная мотивация – это тоже очень важный компонент компетенции, потому что если нет у вас никаких, никакой мотивации, никакой цели действовать, да, то как бы, ну, и компетенция нам тоже разваливается. Ну, негде брать вообще топливо, да, на то, чтобы действовать. Ну, и, безусловно, профессиональные ценности – это, наверное, первоисточник всего, да, именно ваши ценности заставляют вас искать мотивацию каждый день делать то, что вы делаете. Пожалуйста, задумайтесь об этом, об этом такой пятичастной модели, потому что всё-таки только знания вас продвинут, но не в той степени, как применение этих знаний на практике, да, и всегда в фокусе внимания, ценности и мотивации. Для чего вы приобретаете ещё один навык, ещё одну компетенцию, да, это важно. Коллеги, я не буду долго останавливаться на этом слайде. У Дмитрия Викторовича Альбертензировича есть статья про компетенцию когнитивно-поведенческого терапевта, она опубликована в нашем сборнике форума 22-го года. Вот у меня внизу здесь есть данные выходные. Моделирование компетенции, предложенное специалистами нашей ассоциации, представлено там, да, это и универсальные знания, навыки, и общие знания, навыки, касающиеся когнитивно-поведенческого терапевта. Это и специфические какие-то компетенции, да, это и центрирование на проблеме, и это, конечно, метакомпетенции, которые общие для специалистов, какой бы модальности он ни работал. Пожалуйста, кому интересно, знакомьтесь, и это может быть вам действительно в помощь, когда вы составляете ваш собственный образовательный трек. Когда вы его составляете с учетом тех компетенций, которые, ну, есть ваше представление о том, что вам нужно развивать, а есть наше представление о том, что должен развивать себе когнитивно-поведенческий терапевт. Пожалуйста, будет здорово, если мы во многих точках сойдемся в своем видении этого, но вот вам в помощь, если вдруг вы дезориентированы, не знаете, с чего начать. Начните хотя бы с этой статьи, я думаю, что многое для вас прояснится. Если говорить про образовательные треки, которые есть внутри ассоциации, ну, это такой достаточно процесс, нет абсолютно точно строгого определения, да, это намечено на направление в большей степени, чем это абсолютно строгий путь, да, то есть там не трамвайные рельсы, но это направление. Можно в целом выделить, наверное, три таких трека, это общепрофессиональный, клинический и какая-то специализация, которую можно себе выбрать. Есть основной трек, был про него вопрос, про базовый курс, продвинутый курс и супервизионный курс. Три таких больших курса, это фундаментальная подготовка когнитивно-поведенческого специалиста, психолога, либо психотерапевта, все зависит от вашего базового образования. И это такой самый-самый-самый основной. Но есть еще другие, да, если говорить там про общепрофессиональный, есть огромное количество программ у нас, которые развивают и другие компетенции, да, например, групповая когнитивно-поведенческая терапия, которую тоже Альберт Индирович упоминал, это программа Елены Гриценко и Юлии Рубцовой, очень интересная. Пожалуйста, приходите, когда мы анонсируем, в будущем году у нас как минимум два раза мы точно соберем такую группу. Например, юридические аспекты частной практики в январе стартует этот цикл онлайн-встреч, да, это важно для того, чтобы свою практику оформить, да. То есть вообще профессиональный трек, он включает такие вещи тоже, ну, вне зависимости от модальности, в принципе, ну, там, групповая, да, когнитивно-поведенческая терапия, это вот тоже такая отсылка к АПТ. Можно собрать вот такой трек, если вы уже, допустим, какое-то время практикуете, вы уже определились в профессии, вот вам нужны, ну, каких-то таких общих вещей не хватает, либо хотите освежить. Если вы больше склоняетесь к клиническому треку, тоже есть большое количество программ. Например, основа нейропсихологии. Основа нейропсихологии у нас участвует в Черной Пятнице. Сегодня у нас началась Черная Пятница, акция, продлится она три дня. Тринадцать программ, если я не ошибаюсь, у нас участвуют в Черной Пятнице. Очень все интересные. По очень хорошей цене мы сейчас предлагаем. У нас, я считаю, классное предложение. Три курса за 14 900 рублей можно купить. Если коллеги в чате платформы видела, что размещали ссылку, можно выбрать курс, подходящий для любого трека. И если говорить о треке специализации, ну, здесь все более или менее понятно. Допустим, вы хотите работать с детьми, и это курсы про детей. Вы хотите работать с семьями и парами, и это уже другая история. Пожалуйста, выбирайте. Ни один из них не является исключающим другой. Можно их комбинировать в зависимости от того, какую карьерную цель вы для себя ставите, какой срок вы ставите для этого, потому что, например, базовый продвинутый супервизионный курс это три года. Наши менеджеры отдела продаж, наши кураторы подсказывают, чем можно дополнить те или иные обучения. Если есть такой вопрос конкретный, задавайте им, потому что коллеги, скорее всего, передадут его мне. И я тоже могу помочь вам определиться, возможно. Как вы знаете, я тоже отвечаю и в открытых линиях, и на письма, и вы можете встретить меня на очных обучениях в Москве, в Санкт-Петербурге. Пожалуйста, подходите, спрашивайте. Так, у меня минутка осталась. Но, коллеги, вот есть еще такая рабочая табличка у нас, как мы сочиняли треки у нас в ассоциации. Вот так и сочиняли. Это я к тому, что нет какого-то строгого пути, в котором есть только вот раз, два, три, четыре, пять компонентов, и все. Это можно всегда собирать в зависимости от того, какую цель вы хотите достичь, чем вы хотите заниматься. Да, тут уже тоже я много об этом сказала. А у меня получается, что все. Если есть вопросы, и если есть у меня время, я готова на них ответить. Да, Ксения Юрьевна, есть вопросы. Спасибо большое за доклад. От Ланы вопрос. Да. Субтитры, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, если я хочу работать с депрессиями, тревогой, расстройствами личности, мне нужно дополнительно получать медицинское образование. Коллеги дополнительно получать медицинское образование может быть и не нужно. У нас есть коллеги и психологи, которые успешно работают с этой темой. Но смотря как, что вы понимаете, работать с этим, препараты назначать вы точно не сможете. Да, это занимаются этим только врачи, психиатры, психотерапевты, там, неврологи иногда. Но вы как психолог можете, что называется, только в таком разговорном жанре, в жанре консультирования это делать. Ни в коем случае не назначая никаких препаратов, ну, это невозможно. Это только в команде с врачом. Да, если вы работаете, ну, в бригаде, то, что называется, в команде, то, пожалуйста, тогда да, и то вся ответственность, она у вашего коллеги, у врача. Так, еще один вопрос. Подскажите, можно ли получить модальность по КПТ и стать терапевтом в этом терапии на базе специалитета по психологии, психолог, преподаватель психологии? Да, коллеги, вы можете зачислиться на базовый курс. Наверное, здесь, ну, такой случай, когда я могу абсолютно четко рекомендовать трек, это базовый, продвинутый, супервизионный курс. На выходе вы получаете диплом профессиональной переподготовки именно КПТ-специалистам. Да, то есть, такая фундаментальная подготовка именно КПТ-специалиста, это именно БК, ПК, СК. Такой длинный, интересный путь. Насыщенно очень. Благодарю, Ксения Юрьевна. Спасибо. Закончились, и я думаю, буду представлять следующего нашего спикера. Спасибо большое. Человек, без которого, наверное, не состоялось бы в таком масштабе когнитивно-поведенческая терапия в России. Дмитрий Викторович Кавпак, наш президент Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии, ректор Международного Института развития когнитивно-поведенческой терапии и член Международного консультативного комитета Института БЭКа. И доклад с такой темой Международной конференции в мире КПТ. Дмитрий Викторович, здравствуйте. Еще раз. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, Ксения. Здравствуйте, Альберт. Здравствуйте, уважаемые коллеги. В первую очередь хочу поздравить всех с праздником и в завершение нашего Дня психологов, нашей ассоциации, отмечания этого дня. Конечно, не хочется загружать всех какой-то научной информацией, поэтому я постараюсь рассказать именно такую праздничную сторону международных конференций, конгрессов, чтобы показать, что психологи умеют работать, ну и умеют отдыхать. И не отдыхая, качество их работы может пострадать. Мы все хорошо знаем Бернаут, синдром выгорания по Герберту Феденбергеру и его профилактика тоже важная составляющая, которой нас учит и когнитивно-поведенческая терапия, обращать внимание на устремление, ценности и смыслы для того, чтобы внутри продолжал не поджаривать, а гореть такой огонь устремлений, чтобы он не измождал специалиста, не заставлял его выгорать, а направлял и поддерживал. Поэтому у меня будут в основном картинки, и я хотел бы поделиться тем настроением, которое царит на таких международных конгрессах, как на неком празднике когнитивно-поведенческой терапии, если можно так выразиться, помимо такой научной важной составляющей обмена опытом, практической составляющей, конечно, и общение, и взаимодействие, отношения, это тоже очень важная атмосфера для того, чтобы чувствовать такую сопричастность к важному делу, к такой большой семье когнитивно-поведенческой терапии. Поэтому начать я хотел бы с такого торжественного события Всемирного конгресса когнитивно-поведенческой терапии, который прошел в начале июня в Сеуле, столице Южной Кореи, и собрал почти три тысячи специалистов из разных уголков планеты, в первую очередь, конечно, это наши азиатские коллеги и представители Азиатской конфедерации, точнее, федерации такой части Всемирной конфедерации когнитивно-поведенческой терапии. Азиатская ассоциация включает в себя и Корею, и Японию, и Индонезию, и Филиппины, и Индию, и Китай, и десятки, и десятки других стран, на сегодняшний день являющаяся одной из крупнейших ассоциаций в мире в таком объединении под названием Всемирная конфедерация. Много известных специалистов, много начинающих специалистов, много практикующих специалистов собрала Всемирная конфедерация на этот Всемирный конгресс, и, конечно, было очень приятно видеть знакомые лица, знакомых профессионалов, друзей, которые, конечно, не только своей научной деятельностью, но и личным отношением дают прекрасный пример взаимодействия, поддержки, обмена опытом, и для нас таким ярким примером является Джудит Пек, не просто как дочь основательница подхода, дочь основателя подхода и продолжательница этого дела, но и как прекрасный, блестящий преподаватель, блестящий исследователь, замечательный лектор и прекрасный психотерапевт, но и одновременно удивительный человек, интеллигентная женщина, очень открыто и помогающая и начинающим, и продолжающим специалистам. Помимо ее выступлений, конечно, был целый ряд докладов на этом конгрессе и Кит Добсон, который все последние годы возглавлял Всемирную конфедерацию с момента ее создания в 2019 году в Берлине и передал образы правления на этом конгрессе Лати Макжин из Соединенных Штатов, Кит Добсон, наш большой друг и коллега, много лет возглавляющий Канадскую ассоциацию и профессор в Университете Калгари. Вот здесь в центре этого фото вместе с Алином Миллером, тоже нашим замечательным коллегой, директором обучающих программ Института БЭКа, здесь Кит Добсон и наши коллеги по делегации нашей ассоциации на этом конгрессе. Было достаточно много коллег, было радостно видеть наше такое и взаимодействие, и активное участие на разных секциях, семинарах и тренингах, делились впечатлениями, потому что были очень интересные доклады у Стефана Хоффмана и у Стивена Хейса и у десятков и десятков других. Некоторых хотелось отметить бы Скотт Вальдман, коллега по Борду, правлению Международной ассоциации когнитивно-поведенческой терапии, которая в прошлом до 2020 года называлась Международная ассоциация когнитивной психотерапии, созданной Аароном Беком, представил такой мастер-класс по диалогу Сократа, и мы выпустили этим же летом его замечательную книгу «Сократовские вопросы», поэтому те, кто ее уже читал, могут увидеть сейчас автора, моего друга, коллегу эксперта как раз в области современной психотерапии и такого очень активного когнитивно-поведенческого терапевта, который впитал в себя много школ, подходов и активно делится своими знаниями с коллегами по всему миру и в том числе в азиатских различных странах и в Соединенных Штатах, и в Австралии, и в Европе. Мы ждали визита Скотта Вальдмана к нам еще в прошлом году, но мы надеемся когда-то его увидеть и на очередном форуме когнитивно-поведенческой терапии в будущем. Также мы выпустили в этом году книгу сфокусированной руминацией когнитивно-поведенческой терапии депрессии Эдварда Уоткинса. У него был блестящий и доклад пленарный, и семинар, воркшоп, посвященный когнитивно-поведенческой терапии сфокусированной руминацией. Очень было интересное погружение тоже в эту тему. И здесь в центре как раз сам Эдвард Уоткинс, Виктория Денисова, переводчица его книги. И мы очень активно общались, обсуждали планы на будущее и такую кооперацию с этим замечательным исследователем. На этом слайде перед вами большая часть, ну или значительная часть членов International Advisory Committee. Сейчас в кадр просто не попали Дэвид Акларк и Пол Салковски, которые в этот момент вышли, но они также приняли активное участие в этом очередном очном заседании этого Advisory Committee, International Advisory Committee, это такой консультативный совет Международной предстоти БЭКа, и Джудит БЭК регулярно организует эти встречи онлайн и очные, и такое замечательное общение, очень интересное, творческое, со специалистами с разных континентов, стран, экспертами в своем деле. Вот здесь и Антонелла Монтана, который представляет Италию, и свой институт БЭКа, единственный филиал института БЭКа в мире, в Риме, Ирина Лазарова из Болгарии, и ряд других коллег из Японии, Турции, Китая и других стран. Пол Салковский с Дэвид М. Кларк представляют Оксфордский университет Великобританию, ну и Мехмед Сунгур, который тоже был за кадром, также представляет Турцию, как и еще один его коллега. Тоже очень творчески прошло с замечательными обсуждениями, и вот на этой встрече Стэфет Коффман поделился новостью, которая буквально на прошлой неделе реализовалась, его номинировали, и вот на прошлой неделе поздравили с тем, что на заседании Конгресса Американской Ассоциации Когнитивно-поведенческих терапевтов ему вручили приз за вклад во развитие когнитивно-поведенческой терапии. Жизненный вклад вот так очень высоко оценили. Также общение кулуарное наполняло нас тоже и воодушевлением, и такими захватывающими планами на будущее развития когнитивно-поведенческой терапии. Очень интересные модели, очень интересные программы, очень интересные новые технологии, которыми мы будем активно делиться, ну и которыми будет активно делиться сам институт БЭК, потому что, зная эти планы, мы в очень большом предвкушении, грандиозные интересные вещи впереди, но все это будет в свое время разворачиваться, там хороший такой план на следующие не просто годы, а даже десятилетия, и мы рады быть частью такой всемирной семьи когнитивно-поведенческой терапии, интегрированными в эту исследовательскую или такую практическую творческую работу, включая вот такое активное взаимодействие с институтом БЭКа и его преподавателем. С Алином Миллером мы проводили открытие новой очередной программы обучения в институте БЭКа на русском языке выездную программу, которую мы в этот раз организовали в Турции и ряд коллег принял участие в Стамбуле в семинаре по коммунитивно-поведенческой терапии тревожных расстройств. Тоже было замечательно, очень насыщенное событие. 50 специалистов стартовали в новой сертификационной программе института БЭКа на русском языке. Ну и, конечно, мы были рады взаимодействию с нашими друзьями, коллегами со всего мира и с Робертом Лихи, хорошо знакомым вам по книгам. И Роберт Лихи также на прошлой неделе получил такой ценный приз признания всего сообщества. Роберт Лихи, конечно, заслужил уже давно, но вот такое еще и воплощенное в виде приза Американской Ассоциации Коммунитивно-поведенческой терапии. Как выдающемуся клиницисту Роберт Лихи получил как раз буквально на прошлой неделе в Сиэтле на Конгрессе Американской Ассоциации. Ихмед Сунгур, президент Турецкой Ассоциации, бывший президент Европейской Ассоциации Коммунитивно-поведенческой терапии, тоже наш замечательный друг, коллега, очень творческий человек, автор ряда книг, две из которых мы также переводили на русский язык, как вы знаете. Ну и вот такое кулуарное общение было потрясающим на фоне вот таких культурно-исторических пейзажей, красот и достопримечательностей Сеула. Был замечательный отдых и творческое общение и прекрасное взаимодействие, в которое вылилось целый ряд потом проектов, программ и совместных мероприятий. Мы рады, что к нам присоединились наши коллеги. Я думаю, что у многих и у Альбета Инзировича, и у десятка наших коллег остались такие очень теплые воспоминания об этом периоде. Ну и мы рады, что такое взаимодействие, такое общение, такое отражение вот такого человеческого принятия наполняет в эти непростые дни научное сообщество, которое помогает преодолевать вот такие формальные барьеры, условные границы и сохраняют как раз и гуманизм, и поддержку, и активный обмен и знаниями, и теоретическими посылами, и практическими навыками. Ну и, конечно, мы не могли обойти стороной культурные программы и одновременно пример яркие экспозиции, посмотреть на Сеул с высоты 555 метров с открытой площадки, такого мостика между двумя ветками башни Лота Тауэр, совмещая и приятное и полезное, показывая нашим клиентам возможности экспозиции и ее такое творческое применение. Еще одним ярким событием уже этой осени послужил очередной Конгресс Европейской Ассоциации Когнитивно-Поведенческой Терапии, ну если в прямом переводе поведенческих и когнитивных терапий, вот здесь президент этой ассоциации категория друг, одной из вступительных речей пленарных читает, и приветствует всех участников этого Конгресса, который проходил в Анталии в большом местечке Белик, в очень теплой обстановке во всех смыслах слова и душевной и одновременно теплой в погодном смысле этого слова на побережье Анталии, замечательную погоду начала октября и много захватывающих докладов с интересными аспектами на примере доклада Армута Арнса, который рассказывал о такой переформулировке определенных вещей в схемотерапии, неких дополнений, где мы узнали, что на сегодня такие инициативные исследовательские группы рассматривают уже 69 режимов схемотерапии, где к известным нам эмоциональным потребностям, как называет их Арнс, следом за Джеффри Янгом, добавили еще три дополнения к потребностям в виде self-coggerings, самосогласованности, понимания мира и справедливости, такой, может быть, спорный некий конструкт, но интересный, который сочетается еще каждый из них с определенной новой эмоциональной дезадаптивной схемой. Там же выступила и Джудит Бэйк, к сожалению, в отличие от Всемирного Конгресса, она выступала онлайн, но тем не менее рассказала такую очень теплую речь о своем отце, о своей семье, тоже поделилась такой личной информацией. Это было очень трогательное выступление, потому что редко, когда именно в такой пленарной части, в научной составляющей люди переходят к собственной персональной информации, но она была очень в контексте и всей конференции, всего Конгресса, и той работы, которую сейчас проводит Институт Бэка, говоря об устремлениях, ценностях и смыслах, сама Джудит Бэк, Аллен Миллер становится для нас не просто яркими примерами, а наглядной такой формой жизненных устремлений, как раз реализации наглядных форм стоицизма, о которых многие говорят, но мало кто им в реальной жизни соответствует, вот здесь как раз нет такого диссонанса, когда люди буквально следуют этим ценностям и показывают своей жизнью и научной, и профессиональной, и личной как раз поддержание и такую гармонию в этом пути тех ценностей, о которых они говорят с высокой научной трибуны в своих статьях, в своих монографиях, в своих учебных программах, но вот очень важно было видеть это и в жизни, и такой человечность, открытость, гуманизм и очень теплое отношение к коллегам. Здесь также ряд интересных докладов в Анталии сделал и Пол Салковскис, и Дэвид А. Кларк, и Ангеллер по посттравматическим расстройствам по эффективности когнитивно-поведенческой терапии. Было много интересного. Ну и вот уже для нашей ассоциации очень трогательным было посвящение доклада Тулио Скремали, который был посвящен неросайенсу, связан неросайенсу с когнитивно-поведенческим подходом. Он посвятил его своему другу, также и нашему большому другу, крестному отцу, как он называл себя, нашей ассоциацией, Артуру Фрименом. И, конечно, это было очень важно для нас, сохранять память об этом великом человеке и в научном контексте, и в человеческом, межличностном взаимодействии, общении, дружбе. Мы обсуждали с Тулио как раз целый ряд таких общих воспоминаний Арте, и в том числе в контексте тех программ, обучающих, которые он проводил и для нашей ассоциации, и его очные приезды, главное, большое количество онлайн-мероприятий, которые он проводил, и многие помнят об этом. То, о чем говорил Олег Афганзирович, такое взаимодействие с институтом Элиса, и здесь как раз яркий его представитель был на этом конгрессе Дэниел Дэвид, который отвечает за науку, научную такую составляющую представляет в институте Элиса, и много статей написал о взаимодействии репты когнитивно-провиденческой терапии, и сам Дэниел Дэвид колоссальную работу проводит в Румынии, помимо того, что профессор стал ректором университета в Кучнапоке, где до этого дважды проходили крупнейшие всемирные мероприятия, и в 2017 году Конгресс Международной Ассоциации когнитивно-провиденческой психотерапии, и в 2019 году проходил четвертый за всю историю РЭПТ Всемирный Конгресс по рациональной эмоционально-провиденческой психотерапии. Ну и, конечно, неформальная такая обстановка, вы видите, редкий кадр, когда можно увидеть Кита Добсона в шортах, поскромничали, у нас есть, конечно, кадры и в шортах, ну, в данном случае мы хотели представить вот такое эмоционально насыщенное, объединяющее, очень такое творческое и одновременно человеческое взаимодействие, где люди не создавали дистанции своими потрясающими там исследованиями, своим научным авторитетом, своими книгами, статьями, они общались напрямую, общались очень открыто и давали очень много ценной информации. Ну и завершая такую монологовую часть, чтобы оставить несколько минут на ответы на вопросы и такое интерактивное взаимодействие, хотел напомнить, что в следующем году уже 54-й Конгресс Европейской Ассоциации Поведенческих Комитарных Терапий пройдет в Белграде с 4 по 7 сентября, поэтому будет интерес, присоединяйтесь к нашей делегации, которая планирует конечно принять участие в очередном таком замечательном международном мероприятии, поскольку такие грандиозные события, как Всемирный Конгресс проходит только раз в 3 года. Один из таких вариантов Всемирный Конгресс Международной Ассоциации, созданный Байком, должен был пройти у нас в следующем году в Санкт-Петербурге, где мы бы увидели всех наших коллег и Джульет Байк, и Протолихи, и Стафана Хоукмана, и Солковский, и десятки других, и Лидер Тарка, не буду всех это вычислять, но мы надеемся, что это мероприятие пройдет когда-то в будущем, и мы сможем все вместе пройти через этот грандиозный праздник когнитивно-поведенческой терапии, вместе создавая его, вместе развивая этот подход, это направление в когнитивно-поведенческой терапии, и вместе помогая друг другу осознанно, творчески, самореализовываться в этом профессиональном пути, что ценно в день психолога как раз воспринимать как смысл нашей профессии, ценность ее, и такие устремления, которые могут становиться для нас поддержкой в этом нелегком, но очень важном пути профессионалов в помогающей профессии в области ментального здоровья. Спасибо большое, Дмитрий Викторович. Такой вдохновляющий доклад, рассказ, как будто побывала вместе с вами. Каждый раз люблю слушать о тех новинках, о разных интересных открытиях, которыми вы делитесь, бывая на таких мероприятиях. Это, несомненно, очень воодушевляет и придает как раз такой, как драйвер нашим устремлениям двигаться вперед. Хочется больше читать, больше учить и учиться, и развиваться в профессии. Мне кажется, коллеги так же, как и я, иммагинативно погрузились в этот праздник, потому что все молчат каких-то вопросов. Да, речи, наверное, пропало от восторга. Спасибо большое за добрые слова, Ирина. Конечно, мы рады делиться этой информацией, мы рады, конечно, совместным таким мероприятиям, и в этом контексте, конечно, хочу от лица всей нашей ассоциации пригласить всех участников сегодняшнего праздника на наш следующий праздник, который состоится в мае 2024 года в Санкт-Петербурге, где мы будем отмечать 25-летие Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии и 10-летие уже 10-й юбилейный международный форум когнитивно-поведенческой терапии, CBT-форум 2024. Поэтому там мы, конечно, будем делиться и знаниями, но в первую очередь это праздник, который объединяет профессионалов не только со всей нашей страны, но и с других стран, и помогает нам чувствовать сопричастность к общему важному делу, поэтому ждем вас на очной встрече для того, чтобы поделиться этими чувствами, эмоциями, знаниями и поддержкой по отношению друг к другу. Дмитрий Крич, спасибо большое. Действительно, CBT-форум это потрясающее, уникальное событие. Я помню, номинировано было на премию «Золотой психеи» и получили мы эту премию, потому что действительно уникальное событие, и каждый раз, бывая на форуме получаю не только много-много полезной информации, но и огромную поддержку и вот ту самую подпитку до следующего форума, эмоциональную, интеллектуальную. И тут вопрос как раз относительно форума, будут ли иностранные спикеры спрашивать? В контексте текущих обстоятельств это достаточно сложно, но мы не хотим раскрывать все когнитивные карты, но ждем некоторых наших друзей в гости. Уверена, что нас ждут сюрпризы, как всегда, на форуме бывает много интересных спикеров и мероприятия само по себе достаточно насыщенно проходят. Я вижу, еще пишут вопрос, поэтому задерживаю еще вас немножко. А, вот, вопрос такой, как попасть на международные конференции, организуют ли ассоциации выезд делегаций? Да, если вы посмотрите на наш сайт и на страницы, в первую очередь ВКонтакте, мы регулярно выкладываем информацию о предстоящих мероприятиях. И это информирование подразумевает в том числе и ознакомление с технической стороной. Мы не являемся организаторами, конечно, этих всемирных или европейских конгрессов. Там есть свои организационные комитеты, организационные структуры, и вся техническая сторона, конечно, принадлежит этим организационным структурам, но мы помогаем сориентироваться в этом процессе и рады всегда встречам и поддержке уже на месте, с локациями, с тем, на какие мероприятия, может быть, в первую очередь стоит обратить внимание и на какие неформальные мероприятия можно пойти в процессе конгресса после его завершения и так далее. Поэтому следите за анонсами, присоединяйтесь, будем рады вашему участию. Большое спасибо большое коллеги за то, что присоединились, сегодня провели это мероприятие вместе с нами, было очень, я надеюсь, для вас так же, как и для меня, тепло и уютно, мы на этом будем, наверное, прощаться, но я напомню, что в честь Дня психолога мы делимся своим промокодом на скидку 25% в издательстве Питер, хорошая такая скидка и кроме того, всех ждем на форуме и на ближайшем событии CBT туре в Алматы. Если кто-то будет проездом в это прекрасное время, когда можно покататься на лыжах в замечательных горах прямо возле этого интересного города, будем рады тоже разделить с вами радостью встречи. Ну и спасибо большое всем участникам, спасибо большое Ирине за ведение, структуру, четкий тайминг, за которые по шкале CTRS-R супервизора из ТОТОБЭКа поставили бы высшие баллы Ирине. Ну, как ей ставят, собственно, эти высшие баллы сейчас и в прошлом в ее таком пути развития как когнитивно-поведенческого терапевта на супервизии наших замечательных коллег из института БАКа. Спасибо большое, коллеги, спасибо, что принимали участие в нашей программе и, как сказала Ирина, до новых встреч, у нас много интересных планов, ну и в первую очередь хотелось бы увидеть все на нашем СИБТ-форуме 2024. Спасибо большое, коллеги Достанович, спасибо за поддержку и за наставничество и развитие. До свидания, коллеги. Ксения Юрьевна, Ольга. Спасибо. Спасибо.